Добрый день дорогие зрители! Это канал Batumi Investments. С вами Джанур и я Эдвард. Сегодня мы хотим поделиться с нашим опытом, который мы приобрели в компании Alliance Palace. Здесь мы сделали ремонтные работы в нескольких апартаментах. Нам компания Alliance Palace дала срок один месяц, чтобы мы завершили отделочные работы и предъявила свои требования. Добрый день дорогие зрители! Мы сейчас находимся в нашем новом офисе, в котором переехали недавно. Это на улице Гургиланзе 111. По поводу Alliance Palace я также хочу добавить, с какими мы сейчас поднимемся в квартиры и покажем вам, расскажем вам детально, с какими проблемами вы можете столкнуться, когда у вас есть от застройщика очень высокие требования и очень короткие сроки. Значит мы поднялись на седьмой этаж в один из апартаментов, где закончили отделочные работы и мы хотим выделить из многочисленных требований компании Alliance Palace. Несколько основных требований. Первое требование это касается электропроводки. Электропроводка должна быть противопожарная, которая по сравнению с простой бедной проводкой стоит в два раза дороже. Второе мы хотим выделить, значит касается шахты. Шахта должна быть общита двойным слоем гипсокартоном, противопожарным гипсокартоном, обработать специальными противопожарными материалами. Что касается внутренних перегородок квартиры, внутренние перегородки квартиры должны быть все влагоустойки, общиты двойным слоем гипсокартоном с каждой стороны стенки. Внутри должна быть шумоизоляция, делана минеральной ватой толщиной 75 миллиметров. Что касается, что мы хотим выделить, еще это требование по кондицированию. Кондиционеры должны быть инвентарные, с минимальным уровнем шума наружного блока. Нам предоставили три компании, это Daikin, несущие электрики, Toshiba. Мы выбрали самую знаменитую компанию, это компания Daikin. Да, если вы будете здесь самостоятельно делать отделочные работы и решите все-таки установить кондиционер Daikin, то я советую вам позвонить нам и мы вкратце расскажем, как можно решить этот вопрос без проблем. А что с нами произошло вот в первой квартире, когда мы ремонтировали, я сейчас расскажу. Была такая ситуация, мы пришли, заплатили половину 50 процентов, значит, сумму, как они потребовали и они должны были установить внутренний блок, но в течение 10 дней они не стали установить внутреннего блока и мы поняли, что они еще не будут непонятны, то есть когда это будет установлено и уже нашли другую компанию, которые установили нам этот блок. Когда закончили полностью, завершили ремонт квартиры, мы уже потребовали наружный блок, они нам сказали, что у них наружного блока нету наличия, потом говорили, что они ждут в Тбилиси, потом говорили, что это на складе, ну, в общем, рассказывали вот разные истории. Непонятно, я им спрашиваю, ребята, как это? Внутренний блок у меня, а наружный блок. Вы что, отдельно продаете? Ну, внутренний блок и наружный блок? Ну, так же не бывает. В общем, они потом нам помогла администрация этой компании, Мариота, и дали нам все-таки наружный блок, тоже установили, работает, все нормально, все окей, но если вы вот будете покупать кондиционеры, у нас есть связи, и мы можем вам подсказать, как можно это все купить и установить, чтобы у вас не возникли разные проблемы. Значит, еще можно выделить несколько еще требований. Это касается аксессуаров в ванной комнате, которые, значит, должны быть компанией Кроя европейского качества. Так же, что касается столешницы для кухни, должна быть она из литого камня, вся мебель, должна быть периметром всей мебели, что касается кровати, кухни, значит, утолщение должно быть минимум 36 миллиметров. Ну, как вы видите, мы закончили отделочные работы в установленные сроки, в принципе, за один месяц и все закончили до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до встречи до новых видео роликов в городе Бату. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова